Всем привет дорогие друзья! Сегодня вам действительно пока очень сильный крутой ментальный фокус с картами Это будет одна из моих идей, поэтому прямо сейчас поставь лайк Этот фокус реально удивляет дважды. Почему? Да вы посмотрите демонстрацию и сами всё поймёте Давайте тщательно перемешаем кладу карт Ну и давайте ещё разочеки перемешаем и попросим зрителя выбрать абсолютно любую карту Свободный образ зрителя, например, вот эту Окей, свободный образ зрителя, зритель её запоминает Давайте пока что её отложим, пока зритель держит её в руках Мы берём кладу и, допустим, ещё разочек её перемешиваем Ну и давайте вот так вот, всё, смотри Забираем карту у зрителя и кладём, например, куда-нибудь её в центр Больше нам эта карта не нужна, зритель её запомнил и всё, смотри Возьмём кладу и несколько раз перемешаем её Перемешаем её более тщательным способом И давай ещё разочек её перемешаем как-то И всё, смотри, сейчас я прошу тебя поучаствовать в моём фокусе Я возьму кладу по всему на две части, примерно равных И попрошу тебя выбрать абсолютно любую стопочку Например, вот эту Отлично, твой свободный выбор Что мы делаем? Берём, делим нашу стопочку пополам Вот так вот замешиваем и подравниваем И зритель делает всё то же самое То есть берёт, замешивает и подравнивает И мы просим повторить это действие ещё раз Замешали и подравняли Зритель берёт, замешивает и подравнивает Далее мы просим зрителя сделать вот такое движение Раз, два, три Три раза И зритель делает всё Раз, два, три Отлично Далее я прошу зрителя взять так вот карты И в открытую достать абсолютно любую карту Например, давайте вот Я вот эту достану У меня нет зрителя, поэтому я более тщательно перемешаю колоду Чтобы вы ничего не думали И рандомным образом вот так вот выберу любую карту Например, вот эту Всё Далее я прошу зрителя поставить так вот две свои ладошки Я кладу на одну карту и на вторую карту Далее я вам объясняю Смотри У нас была колода карты, да? В начале фокуса она вот так вот была тщательно перемешана Далее мы подсняли её на две стопочки И полностью друг друга вот так вот замешали И очень медленно, аккуратно подравняли И далее сделали вот так вот три раза Да? Да Зритель выбрал свободно выбранную карту два раза То есть да, то есть смотрите То есть здесь реально в колоде все карты разные Здесь нету повторяющихся карт Чтобы я мог как-то что-то кому-то навязать Зритель это реально понимает и видит Далее я спрашиваю зрителя Назови свою первую карту в первый раз Зритель говорит типа Моя карта 8 бубы Он берёт, переворачивает И здесь реально лежит восьмёрка буби То есть это у нас карта зрителя Но зритель тоже выбрал какую-нибудь карту И мы просим сказать и показать ту карту, которую выбрал Он смотрит, у него король пик Да? Как бы вроде бы не совпадение, да? Но мы просим взять Мы подвигаем ему колоду И просим поднять его первую карту Которая лежит здесь Зритель поднимает и смотрит, что это король крест То есть двойное совпадение Двойное предсказание, так сказать Это короче реально очень сильный Очень сильный фокус с картами Который, ну реально чистый Эффектный И блин, не знаю Это реально очень Это просто реально бриллиантовый фокус с картами А наша в принципе подготовка выглядит таким образом То есть просто поделить колоду на красный и чёрный Так, сейчас возможно кому-то будет сложно Но я постараюсь объяснить, чтобы все поняли Смотрите У нас колода карта Здесь все красные, здесь все чёрные Да? Мы уже её взяли, как-то перемешали Да? То есть вот так вот, допустим Раз Два Три То есть я этой тасовочке уже обучал не один раз То есть берём верхнюю Кладём на большой безымянный Кладём середину на большой Ой, на большой безымянный Забираем здесь И бросаем Таким образом мы полностью контролируем порядок Далее Итак, дальше мы просим зрителя выбрать абсолютно любую карту Желательно Даже не желательно Желательно, чтобы он выбрал карту Какую-нибудь или из этой части Или из этой То есть как бы из центра ему лучше не выбирать То есть как бы поэтому Ну тут есть маленькие психологические моменты Как это сделать Я думаю, об этом поговорим в следующих видео Смотрите Допустим, зритель выбирает вот эту карту И мы не знаем, что это за карта Мы знаем пока что только цвет Ведь у нас здесь красный Значит здесь вот чёрные карты Давайте я вам покажу эту карту Всё, вы её знаете Я пока что не знаю Что мы делаем? Мы подравниваем колоду И сейчас наша задача Сделать очень хитрую комплектовку Для начала мы берём И перемешиваем опять Таким же самым способом То есть вот Верх на безымянный большой Середину на безымянный Большой Забираем и бросаем То есть мы сейчас ничего не поменяли И второй раз мы берём И перемешиваем ещё раз То есть вот Раз Кладём сюда Два Кладём сюда И оставляем То есть таким образом Сейчас мы сделали так Что цвет карты Которой был зритель Лежит здесь И здесь По центру Лежат только красные карты То есть у нас зрителя Карта чёрная И если мы сейчас её положим сюда То она будет лежать Среди красных карт Давайте я уже посмотрю Вот Вот Мы забираем В середину То есть Красные карты То есть мы берём И забираем В середину То есть была бы Зритель красная карта Здесь были бы чёрные карты В принципе Я думаю это понятно Мы задвигаем И объясняем Зрителю то Что его карта Реально сейчас потеряна И мы не знаем её карту Он говорит Что всё верно Мы берём колоду И сейчас мы должны Сделать тоже Очень одно хитрое движение Но здесь мы должны быть аккуратны Мы примерно знаем Что карта зрителя Лежит где-нибудь Ну грубо говоря Среди вот этих карт Вот Вот здесь В центре И наша задача Вот так вот слистывать И дойти примерно до Ну 15 карт Которые будет Возможно зрителям То есть мы перемешиваем Перемешиваем Всё Я думаю Где-то здесь Среди этих 15 карт Есть карта зрителя И дальше Я уже перемешиваю Ложными способами То есть я беру Отснимаю Одну карту на себя И закидываю всё И потом забираю Всё это с мизинчика Давайте Если мы посмотрим Сделаем ленту Вот Красные карты Карта зрителя И дальше красные карты То есть Раз, два, три, четыре, пять Даже в первых пяти картах Но Наша задача Сделать так Чтобы карта зрителя Лежала в первых 15 картах То есть Как бы Надо просто потренироваться Попрактиковать Самое главное Вот когда вы кладёте в центр Вы когда задвигаете Да Вы вот понимаете Что Примерно где-нибудь здесь И вы должны сделать так Чтобы она была В первых 15 Пока вы так вот Скидываете Ну потренируйтесь И думаю У вас получится Что мы делаем дальше Дальше мы можем Опять перемешать Каким-то ложным способом Как я говорил То есть Одну карту на себя Опять всё закидываем И забираем И подснимаем Таким образом Мы полностью перемешиваем Коду карт Но не трогаем Наши первые Грубо говоря 15-20 карт Там где Лежит карта зрителя Есть Что мы делаем дальше Дальше у нас Идёт полный интерактив Мы подснимаем Коду пополам И просим зрителя Выбрать Любую стопочку И просим зрителя Указать Именно указать На любую стопочку Например Зритель указывает На нашу стопочку Мы говорим Окей Это моя Это твоя Если он указал На эту стопочку Говорим окей Забирай эту стопочку То есть В принципе не важно На какую стопочку Он укажет Мы всё равно Забираем эту Эта стопочка Нам нужна Что мы делаем А мы берём Нашу стопочку И просим Зрителя повторять За нами Мы берём И делим Нашу стопочку На две части С моего ракурса Это выглядит Примерно так У меня есть Две стопочки И моя задача Рассмотреть Чёрную карту Которая будет Левать Среди красных У меня красные Стопки Левать здесь Потому что я Подснял И они у меня лежат Здесь Я беру И вот так вот Когда сейчас буду Перемешивать Залистывать Смотрю на индексы Карт Вот этой стопочки Давайте Погнали Я допустим Пока что не знаю Как карта зрителя Я беру И перемешиваю То есть вот Я перемешиваю Оп Видите Одна карта Чёрная проскочила И дальше И дальше идут Все красные Давайте ещё раз То есть вот Здесь у меня реально Все красные И одна чёрная Здесь мне в принципе Не важно Даже если у меня здесь Идут красные и чёрные Они идут группами То есть мне это Не надо Я смотрю там Где карта Одна Среди других То есть вот Берём Как бы так Чтобы мы видели И перемешиваем Видите Четыре крести Одна Окей Я запоминаю Четыре крести Всё Я знаю Карта зрителя Четыре крести Я замешиваю И делаю Это ещё раз Но второй раз Я уже не смотрю На карту Мне уже не важно И в этот момент Зритель делает Всё то же самое И зритель делает Всё то же самое Давайте сделаем Врезку Чтобы это было быстрее Раз Допустим И второй раз Всё Он сделал То же самое Далее я говорю ему Смотри Возьми нашу колоду И вот так вот Перемешаю её Несколько раз И зритель берёт И перемешивает Так вот её Несколько раз Далее я ему говорю Что он взял Так вот карты И выбрал Любую карту Какую он хочет А мы выбираем Именно четверку крести Потому что мы знаем Что это карта зрителя И кладём в сторонку Вот так вот После нашей стопочки И зритель берёт Кладёт Вот так вот Открывает свою ленту И выбирает Любую карту У меня нет зрителя Поэтому давайте Я опять Вытяну Рандомно Случайную Какую-нибудь карту Вот Рандомно Вытаскиваю Реально Например Вот эту Всё Сейчас даже Вы не знаете Что здесь За карта И что у нас происходит У нас Здесь стопочка И моя карта Которую я вытащил Здесь стопочка Зрителя И его карта Итак Что дальше происходит Дальше я прошу Зрителя поставить Так вот руку И кладу сначала Ту карту Которую он выбрал И потом кладу Ту карту Которую он выбрал Первую То есть С моего ракурса Это выйдет Немножко по-другому То есть вот Видите Ладошка зрителя И когда я вот Несу карту Я уже её вижу Не знаю Или видно на камеру Но суть в том Что когда мы так поднимаем Мы уже видим карту То есть не надо Прямо так вот Сильно выгибать На камеру Просто это Ну почему-то Я не знаю Не захватывает Этого камера В реальной жизни Вот я взял карту Я её положил Я уже её знаю И это Ну реально Выглядит Естественно Потому что я Не вот так вот делаю Типа оп Твоя карту Кладу Нет Всё естественно Поставу ручку Я беру карту Кладу Всё я уже знаю Его карта Пять крести То есть вот Я кладу ему Пять крести И четвёрка крести Что я делаю дальше Я беру Слаживаю Наши две стопочки Опять делаю Перемешивание Которое мы делали С ним И объясняю ему Типа смотри Мне просто Слежи перемешивать Я сделаю врезку Смотри Допустим мы с тобой Сделали вот такое Перемешивание Два раза Потом мы вот так вот Перемешали карты И мы это всё И мы это всё Зрителю говорим Говорим Ты сам перемешивал Ты выбрал две Случайные Рандомные карты Здесь все карты Разные И показывайте ему То что здесь Все карты Разные И в этот момент Ваша задача Просто найти Пятёрку пика То есть Потому что у него Здесь лежит Пятёрка крест Лежала бы Лежала бы Дама черви Мы бы искали Даму буби Вот Даму буби Лежала бы Например Восьмёрка черви И искали Восемь буби То есть Мы ищем Аналогичную карту Которая у него Лежит Первая То есть Как бы Ту которую он выбрал Из веера И что мы делаем Допустим Я знаю У него там пять крестей Лежит Я говорю Смотрите Здесь все реально Карты разные Ты мог выбрать Реально абсолютно Два раза Случайные Рандомные карты Я нахожу Пятёрку пик Я её задвигаю Да И дальше Я уже всё Подлистываю Под неё То есть Вот Она меня Уйдёт здесь Давайте ещё раз Медленно Покажу Все здесь Карты разные Ты мог выбрать Абсолютно любую Пятёрка пики Задвигаю Забираю Вот так вот Сжимаю её немножко И остальные Карты поджимаю Уже под неё И таким образом Сейчас Карта зрителя Ну не карта зрителя Та карта Которая будет совпадать Лежит уже вверху Сейчас нам только Осталось спросить Какая карта зрителя Была первой Он говорит Четыре крести Бам Первое совпадение Говорим А какую карту выбрал ты Он такой Типа пять крести Мы говорим Типа совпадения нету Да Но посмотри на эту карту Которая же здесь Ты сам перемешивал колоду И он смотрит И такой Ё-моё И такой Блин И такой И он смотрит И удивляется Потому что здесь реально Две карты совпали И вы нашли ещё карту И Самое реально крутое То что сейчас у вас Колода Полностью Самая обычная То есть здесь Не к чему прикопаться Нет никакого порядка Даже и Не пахнет Так сказать Никим порядком Поэтому ребят Фокус реально очень крутой Просто поймите это И всё Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok